Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Горячая Новость. Вот мне наконец-таки удалось посмотреть видеоролик, который был на канале родителей Влада Бахова. Назывался он «Важная информация относительно ухода Влада Бахова». В принципе, как таковой особо новой информации я для себя не нашел. Что-то я предполагал, что-то уже озвучивали другие блогеры. Но, просмотря этот видеоролик, кое-какие вещи, которые лично мне ударили, скажем так, в глаза, и на которые я особо обратил внимание, я бы хотел озвучить вам и поделиться своим каким-то таким сугубо личным мнением. Надеюсь, что оно будет полезно кому-то, и на это мнение, возможно, люди, которые занимаются разбирательством в этом деле, обратят внимание. Что же я увидел в этом ролике? В этом ролике показано, как два человека проходят именно от того места, где все это произошло, и до места, где нашли Влада Бахова. Что это за место, друзья? Я как охотник бывал в таких местах неоднократно. И могу как-то, ну, наверное, людям, которые очень редко бывают на природе, либо где-то в таких облагороженных местах, не в диких, могу описать, что это за место. Это место, не скажу, что оно непроходимо, нет, это неправильно, так сказать нельзя. Оно непроходимо для молодого человека, который пытался там пробраться ночью, который был, ну, выпивший, скажем так, который был без всяких там средств защиты, без сапог там, без какой-то палки, с помощью которой мог бы пройти, и плюс ночью, без фонарика, я как понимаю, у него уже не было ни фонарика, ничего. Вот. Для такого человека оно стало большой, огромным препятствием. Но для человека, к примеру, как Сальвар, Лиза, Алерт, для них там нет никаких проблем. Они могли это пройти, могли пройти это спокойно, у них были все навыки, все средства, чтобы там пройти и прочитать каждый уголок. Об этом, в принципе, и говорится в этом ролике. Непонятна логика человека. Если нам утверждают, что он от точки А добрался в точку Б, то есть он, возможно, пошел там куда-то в туалет, там, или еще по каким-то своим личным делам, и потерялся, какого же, грубо говоря, черта он шел действительно, да, не по дорогам, там, как бы, заготовка какого-то леса велась, там, либо еще что-то, а пер через весь бурелом, собирая непонятно что, через все эти оросительные каналы. Ну, это большая тайна, на которую, надеюсь, помощники гражданина Бастрыкина нам все-таки когда-то ответят, хотя уже надежд становится все меньше и меньше. Ну, и сейчас я тезисно освещу вам кое-какие аспекты. То, что в этом ролике озвучивается, что Влад бы потерял там свою обувь, штаны бы и задрал, это полбеды. Это полбеды, естественно, не в первой, так во второй луже бы там, или во втором растительном канале он бы все это потерял. Почему я еще считаю, что невозможно дойти было до того места, где он находился? Представьте, что этот человек идет довольно-таки навеселе в таком состоянии, в каком он был. Ночь, там непонятно что, там можно напороться на какие-то палки, либо еще что-то. Вот я недавно был на охоте и случайно белым днем ударился, шел вдоль бобровой запруды и ударился, бобер там осинку скушал, вот, и, грубо говоря, типа как карандаша такого торчало, я коленкой ударился и растек коленку. Это все делается очень легко. Вот, почему бы он еще туда не мог найти, дойти? Да потому что, после того, как он потерял бы свою обувь, он бы ее обязательно потерял, он бы шел бы туда голыми ногами. И представьте, вот по всему этому валежнику, по всем этим прутьям, непонятно, что там валяется у тебя в этих растительных каналах, он бы лез там, он бы поранил ноги и не просто поранил, он бы их искалечил. И, соответственно, вот, приведя ноги в такое состояние, они с каждым метром бы становились все хуже и хуже и хуже, этими ногами просто невозможно было бы идти. Вот я на что хочу обратить внимание. Даже отбросим, отбросим эти кроссовки, которые, ну, это, естественно, состояние кроссовка близкое к идеальному, ну, такого быть не должно, не могло быть. Шнурки бы он, да, действительно завязывал раз за разом. Это все бред, конечно. Вот, ну, он бы просто ноги бы в такое бы, мессио превратил бы, что, естественно, он бы никуда бы не смог дойти. Вот на это нужно обратить внимание, я считаю. Также на этом ролике озвучивается такая информация, она сказана мельком, как бы, но я тоже на нее обратил внимание, что там была закопана то ли целая свиня, то ли морда свиньи и мешок с какими-то деньгами. И человек, который снимает, я точно не могу сказать, кто это, ну, предположительно, это, наверное, папа Влада все-таки. Он говорит, что, возможно, там какие-то там акции проводились, там колдовские какие-то ритуалы, либо еще что-то. Вот я на что обратил внимание. И в голову у меня возникла такая мысль, а не могло ли это самое произойти с Владом? Кто там это что-то проводил, вот, и не мог бы Влад стать частью какого-то ритуала, если это там раньше проводили. Но это лично мое предположение. Конечно, я бы не хотел, чтобы его 100% за правду принимали, но просто я выдвигаю свою версию, свою версию. Хочу, чтобы все услышали и высказались тоже свои мнения. Могло ли это быть или нет? Мне кажется, что если на этом месте какие-то такие непонятные вещи уже проходили, то вполне возможно, что и могло. Еще на один аспект я обратил внимание, мне тоже кажется, что он очень важен. Как сообщалось ранее, когда происходили поиски Влада, там через некоторое время была жуткая жара, запах бы этот разносился бы там на значительное количество десятков метров, вот, и его не могли бы обойти стороной, даже если бы Влада обошли, то запах бы этот чувствовался, его обязаны были почувствовать. Но вернемся несколькими днями ранее, когда Влад только покинул шалаш и пошел туда. Тогда, как нам сообщают и родители Влада, и там пасковики какие-то, такой особой жары не было, друзья. Было холодно, плюс к тому, что он практически в тряпке превратил бы свои ноги, и делал бы по этим колиям ночью, он бы не мог бы там их не повредить. Плюс такой холод, это вода, это холодная земля, у него просто бы их посводило ноги, плюс вот этот ужасный, ужасные повреждения. Невозможно, невозможно дойти голыми ногами по такому холоду до туда, куда нам говорят, что он дошел. Ну и как я уже говорил ранее, друзья, для подростка, который выпил, это, естественно, непреодолимое препятствие. А для людей, которые занимались именно поисками, там наши сотрудники доблестных наших органов, Лиза Алерт, Сальвар, я не валю на один Сальвар. Я говорю, что на мой взгляд, на сугубо мой взгляд, что вина здесь каждого, и что они нам заявляют, что невозможно пройти там, либо еще там, ну это бред. Я говорю, приведите меня, или там человек, который маломальски занимается охотой, какой-то рыбалкой, да спокойно он пройдет, оденет болотники и пройдет, каких-то там затоплений таких глобальных нет, и поэтому проблем нам быть не должно. И на мой взгляд, что, конечно, это втирание в уши, втирание в уши, и то, что сейчас все замолчали, вот эти вот люди, которые занимаются там поисками, какие-то экспертизы проводят, я считаю, что просто это, возможно, сейчас тянут время, тянут время для того, чтобы какую-то версию более правдоподобную придумать, и потом выдать нам ее, чтобы мы поверили в это. Скорее всего, сейчас работают именно над этим, ни над какими-то там экспертизами, ни над какими-то там поисковыми операциями, а замалчивать это дело, замалчивают они, я уже называл в своем одном ролике, потому что, если начать копаться, или запотянуть за одну веревочку, следом потянется другая, слишком много фамилий придется называть, и слишком много придется вывернуть грязного белья, которое наша верхушка, наша правящая верхушка, не хочет выворачивать, потому что эта веревочка потянет, я думаю, очень далеко. Бардак внизу, он приведет к бардаку вверху, и все это придется вскрыть, естественно, никому это невыгодно делать. Вот она главная причина, по которой, естественно, это все сейчас умалчивается. А то, что Влад Бахов туда не мог пройти, это однозначно. Вот такое вот мое мнение, друзья. Не знаю, может быть вы с ним и не согласны. На этом, друзья, я буду заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте класс, подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!